Я вот вам начал уже рассказывать, поток у меня прошла сессия про предметы, но я совершенно забыл вам рассказать, а где собственно учить, что это за университет Палацкого такой, почему он прикольный, из чего состоит. Так что сегодня мы наверстаем это упущение. Университет Палацкого, он же университет Палацкого, является вторым по древности высшим учебным заведением на территории Чижской Республики и стоит он из следующих факультетов. Факулта ТЛСНКУЛТРА, то есть факультет физической культуры. Лекарская факулта, то есть это факультет медицины. Правдинская факулта, она же ЮРФАК. Обширодоведческая факулта, можно перейти как факультет природоведения, но здесь также изучается математика и информатика, поэтому это скорее факультет науки. Педагогистская факулта, педагогический факультет. Факультет с несколько труднопроизносимым названием Кирилла Митодейска факулта, также известный как факультет святых Кирилла и Бифодия, также известный как теологический факультет. И, наконец, факультет, на котором я учусь, это философитская факулта, которая на английский переводится как Faculty of Arts, то есть на русский, если переводить с английского, это факультет искусств, я бы перевел это как филологический факультет. Но действительно, помимо филологических направлений, на этом факультете изучаются еще искусствоведческие какие-то штуки. Я же учусь на культуральной студии направлений, которая прикреплена к кафедре журналистики, если я ничего не путаю, и занимаюсь, если прям совсем упростить, культурологией, как бы современной культурологией, если прям совсем в общих словах. Сам университет был основан в 1573 году, изначально тут изучалась только теология, потом уже добавили философию, медицину, право и так далее, и так далее, и тому подобное. В принципе, президенты, которые здесь обучаются и обучались, так сказать, наши предки, они отличались довольно сильно своей бойкостью, из-за чего некоторые факультеты закрывали, потом открывались заново. Под бойкостью я имею в виду, что они выступали во всяких демонстрациях на стороне демократии и так далее. Вообще, я думаю, я сейчас приложу вот сюда картиночку просто, и вы посмотрите, какие факультеты были в начале, какие дожили до наших дней, как они эволюционировали и так далее. Мой факультет является, по-моему, то ли вторым, то ли третьим, короче, одним из древних факультетов данного университета, и это, конечно, не может меня не радовать. Это была такая краткая историческая справка, я понимаю, что я могу очень интересно рассказывать исторические справки, но вы, в принципе, с этим можете сами ознакомиться. Мне же хотелось поделиться какими-то своими эмоциями от нахождения в стенах этого учебного заведения, потому что для меня это похоже на Хогвартс. Хогвартс Смотрите, это уже мое третье высшее учебное заведение. В 2012 году я поступил во Всероссийскую академию внешней торговли. И тогда там было типа три корпуса плюс один корпус на ВКШ. Сейчас у некоторых людей должно было ёкнуть сердце от этих трех букв. И основные три корпуса, которые административный, спортивный и новый, они находились в шаговой доступности на одной территории. Да, там тоже можно было чуть-чуть побуждать, но реально была довольно маленькая территория. Сейчас там, насколько я знаю, снесли административный корпус, перестроили новый корпус. Вообще сейчас там всё выглядит совершенно по-другому, в отличие от того, когда я там учился. И это тема вообще для отдельного видео, но не суть. Потом я поступил в МГИМО. МГИМО, конечно же, многократно превышал по площади Всероссийскую академию внешней торговли. Но в МГИМО я учился тоже в основном в новом корпусе. Лишь изредка заходил на территорию вот этого основного большого массивного здания. Да, там тоже ходил, плутал. Я тогда думаю, о, вот это точно похоже на Хогвартс. Так много всего, какие-то подземные переходы, можно заблудиться, непонятно куда идти. Но сейчас, находясь в университете Палацкого... Ребята, я вот, знаете, приложу вот сейчас сюда скриншот карты, чтобы вы просто понимали, на каком расстоянии друг от друга находятся некоторые факультеты. В каком-то смысле можно сказать, что университет Палацкого, да, хрен, городообразующий университет в городе, лововаться. Потому что, чтобы просто пешком обойти все факультеты, ну, это нужно постараться и запотеть. Да даже если просто взять мою философическую факулту, это не только территория, где вот я сейчас нахожусь. Вот я, например, на этой территории даже не учусь, я учусь тут вот через раз-два здания, там просто совсем маленький дворик. Но даже вот эти три здания, это не вся философийская факулта, потому что есть еще несколько зданий, которые находятся в другом месте. Еще если пройти 500 метров, там еще здания философийской факулты находятся. То есть ощущение, конечно, причастности к чему-то настолько большому и масштабному меня радует. Всегда приятно находиться и быть частью какого-то исторического места, события. Я даже до конца не могу объяснить вот это теплое чувство, которое внутри меня возможно. Тут на меня-то Гарри Поттер действительно в детстве повлиял, когда я читал описания Хогвартса, всех этих огромных аудиторий, коридоров. Потом фильм вышел, ты смотрел на это все и такой, блин, было бы круто, да, там оказаться, а не в свою среднестатистическую, как-то, к Боу-СОЖ ходить. Потом, когда я уже поступил в ВАФ, мне казалось, что вау, круто, масштабно. Потом ГИМО, где вообще просто голова терялась. И вот, наконец-то, я здесь. Вообще, мне кажется, по территории университета Палацкого, ну, по разнозначности корпусов, наверное, МГУ может, да, как-то посоревноваться. Не знаю, я просто не очень хорошо знаком с географией факультетов МГУ, но когда я там проходил мимо, проезжал мимо, я помню, что там тоже нифига себе не в шаговой доступности некоторые вещи находятся. Есть такой термин, Instagramable. Им обычно описывают вещь, которую хочется сфотографировать и поделиться в Инстаграме. Со временем эта штука эволюционировала в Instagramable design. То есть, это дизайн помещений, который специально заточен под то, чтобы люди в них приходили, фотографировались и делились этим в социальных сетях, тем самым делая бесплатную рекламу в каком-либо месту. Мне кажется, хорошим примером Instagramable design является, например, дизайн кофе и серф кофе, в который, да, ты хочешь прийти и сфотографироваться с этой всей эстетикой. И в каком-то смысле мне кажется, что даже в высших учебных заведениях вот наличие такого дизайна, который бы давал ощущение того, что тебе хочется в них возвращаться, тебе хочется находиться в этих стенах, тебе хочется быть частью этого, он тоже важен. Я уже сказал, да, что высших учебных заведений, безусловно, нужно судить по качеству образования, которое они дают. Но с таким же успехом мы могли все сидеть и учиться, знаете, в просто серых кабинетах с интернетом и всё, собственно. Здесь же, вот реально в этот университет, в стены этого университета, на какие-то занятия, в аудитории мне хочется приходить, хочется возвращаться. Это так отличается от того, что у меня было, что действительно вот я не устану повторяться и повторять. Вот здесь на занятиях хочется ходить, хочется учиться. Возможно, это у меня уже просто менталитет такой, что я понимаю, зачем я учусь, для чего я учусь и так далее. И, возможно, будь я моложе, я бы этого не прочувствовал. Но я говорю с той позиции, с которой говорю. И вот просыпаться и видеть, да, стены этого университета, это очень приятно. Вот там я только что снял заключение к своему видео. Я зашёл туда через вот эту дверь. И я не смог через неё выйти, она закрылась автоматически, и ничто меня не пускало обратно. Поэтому мне пришлось привить чудеса эквилибристики и перелезть через забор. Блогинг требует жертв.